Теперь не только вкусно, но и быстро. В столовой интерната «Надежда» селения Дурдур появилось новое оборудование. Его завезли по пручению Вячеслава Бетарова. Марина Караева продолжит тему. Замесить тесто и подготовить начинку для истинских пирогов. Сегодня национальное блюдо в меню столовой интерната «Надежда» в Дурдуре. Для детей к обеду готовят борщ, заготавливают фрукты. Повар Изета Сукоева всегда старается приготовить вкусно и по-домашнему. Для этого нужно не только знание пропорции продуктов, считает повар, но и современные условия. Эти условия в столовой теперь есть. Новая электроплита выпекает пироги в два раза быстрее обычного. Кухонные столы с вместительными шкафами пришли на замену старым и радуют глаз поваров. А вот котлеты и люля теперь можно приготовить большой партией вот в такой печи. Нам очень удобно, практично для приготовления пищи тоже во времени стало быстрее. Мы здесь делаем котлеты на пару, люля делаем, омлет делаем. На приготовление некоторых блюд теперь уходит гораздо меньше времени. Новое оборудование значительно облегчает работу повара. К примеру, это протирочное устройство. Оно предназначено для приготовления вареных овощей. Здесь можно быстро приготовить картофельное пюре или нарезать овощи для салата. На изношенность кухонного оборудования интерната «Надежда» обратил внимание глава республики Вячеслав Бетаров во время очередного визита на Новый год. Тогда он пообещал вопрос решить. Было дано поручение составить смету для того, чтобы обновить пищеблок в этом учреждении. Это поручение было исполнено. То есть смета была составлена порядка 600 тысяч рублей, 60 тысяч рублей. И в связи с этим за счет резервного фонда была выделена необходимая сумма Министерства образования в дальнейшем данному учреждению. И впоследствии все, что необходимо, было приобретено. Такому вниманию со стороны руководства рады и дети, и работники интерната, которые выражают благодарность за оказанную помощь. Хотим всем коллективам и детским, и взрослым выразить благодарность нашему главе Вячеславу Зелимхановичу за уделенное очередное внимание нашей школе, этим деткам, которые оказались по разным причинам в трудной жизненной ситуации. Первым долгом радуется глаз, конечно же. Это удобно, практично. Повара говорят, что и по времени намного экономнее, легче готовить физически тоже. Воспитанникам детского дома глава республики уделяет особое внимание, старается улучшить условия, в которых живут дети. Ранее из внебюджетных средств в доме-интернате «Надежда» оборудовали столярную мастерскую и швейный кабинет, где ребята с удовольствием занимаются любимым делом. Марина Караева, Лансуанов, Новости Осетии.